Всех приветствую, дорогие друзья. С вами, как всегда, на связи Владимир Сушков. Сегодня у меня будет интервью с Денисом Тяглиным. Привет, Денис. Приветствую, приветствую. Денис, я хотел бы, чтобы ты представился зрителем моего канала и рассказал немножко о себе. Кто ты, чем ты занимаешься и вообще про свою жизнь, чему ты ее посвятил? Ну, прежде всего, наверное, вопросом экологическим. И сейчас, развивая два проекта, один на предстарте, а другой уже во все у нас развивается. Он уже существует один год. Значит, речь идет о зданиях, которые могут снабжать себя электрической энергией из воздушных потоков. Я считаю, это имеет сильную перспективу. Есть патентные изобретения, есть признание Российской академии архитектурных строительных наук. Включен в альбом инновационные предложения RASEN этот проект. И есть уже 2200 инвесторов со всего мира, которые разобрались в этом проекте, инвестируют. Ну, а я на эти ресурсы его развиваю. Понятно. Мы сейчас говорим сейчас про NRG 2020, да? Да, NRG 2020, да. Но в январе у нас будет такой Rembranded. Да, или как раз вот, если ты хотел бы дать, то ладно. Если можешь, расскажи сразу. Расскажу, да. В январе у нас будет рестарт. Рестарт, почему? Потому что проект этот запускался, прежде всего, для друзей. То есть предполагалось, что друзья купят часть компании, да? И эти денежные средства, они мне позволят получить патенты в других странах. То есть, как известно, ты получаешь патент в России, потом делаешь международную заявку по сети. А потом, такая стадия необходимая, это получение патента в каждой отдельной стране. То, что ты его получишь, гарантия 99,9, потому что патентное право, оно международное. Но, так или иначе, нужно сделать оплату патентному поверенному в той стране, где ты собираешься получить патент, оплатить пошлины государственные, там, и так далее, и так далее. Ну, а выяснилось, что это не только моим друзьям, близким интересно, да? А первые акционеры именно они были. Первый акционер вообще моя жена, вот, потом ближайшие друзья. Я в том числе ее тоже. Ты тоже в числе первых, да? Я по 10 копеек покупал акции изначально, как только узнал, вот, как раз от друзей своих блогеров. Да, да, кстати, ты никому не говоришь, что по 10. Почему? Потому что люди думают, что ну все, мы уже опоздали, раз уже с она там 3,50, мы уже опоздали. Они не понимают, что перспективы роста они есть, поэтому нужно тут им математику дать на этот счет. В общем, ну и, собственно, что на сегодняшний день сделано? Мы уже доставили макет три с половиной метра в Дубай для участия в выставке Экспо 2020. Когда он, кстати, будет? Это будет в октябре, это будет в октябре 2020 года. Да, в этом году мы также принимали участие в нескольких выставках, значит, получили две золотых медали, это международные выставки салона изобретений инноваций, приняли участие в выставке Технопром, вот, что еще. И сделаны сейчас заявки, уже сделана заявка в Объединенные Арабские Эмираты по проекту Ветроэлектростанция и в Китай. Понял. Или в Индию, в Китай или в Индию. Ну, в общем, неважно, на следующей неделе у нас уже будет и та и другая перекрыта, да. Да, смотри, ну, просто расскажи зрителям про Energy20, у вас есть рассрочки, да, то есть, акции можно купить не просто там за наличные деньги, еще есть рассрочка, да, там разные у вас. Я просто сразу покупал, чтобы знали. Да, когда инвестор регистрируется на сайте сегодня и верифицирует свой личный кабинет, ему на почту приходит электронный цифровый ключ. Это тоже мое изобретение, можно сказать. Это, по сути, сборник доказательств того, что человек инвестировал. Там указано количество акций, указано его фамилия, имя, есть моя электронная подпись, которая соответствует законодательству Российской Федерации. То есть, я подтверждаю получение от него денежных средств и я ему, соответственно, в этом ключе пишу то количество акций, которые он получит после того, когда компания выйдет на биржевой, соответственно, рынок. Вот. Ну, по дорожной карте это планируется не раньше, чем 2023 год. 2023, да? Да. Но если мы начнем получать прибыль раньше, прибыль мы можем начать получать после того, когда мы будем продавать лицензии на использование этой технологии. Соответственно, можем прибыль и раньше распределять. Но для того, чтобы выйти на биржевой рынок, нужно преодолеть достаточно большое количество таких этапов, не мной придуманных, само собой. Но мы должны, естественно, будем стремиться и выходить на это. Я понял. А вы будете через IPO, получается, компания это все делать, или как вы будете на биржевую акции выходить? Да. Смотри, российское акционерное общество было открыто, мною лично, внесен уставный капитал в размере 31 с небольшим миллионов рублей. Была эмиссия акций, центральный банк сделал эмиссию акций. Были у нас, есть у нас договор с реестродержателем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, но при наличии такого российского акционера общества, у нас есть ряд проблем. Таких, например, когда человек, гражданин Индии, пишет, что я хочу приобрести акции, как мне их на себя правильно оформить, зарегистрировать, да, то здесь начинается такая история, когда... Волокита. А? Волокита, да? Да, такая волокита, когда нужно, во-первых, ему иметь представителя на территории Российской Федерации, выписать на него нотариальную доверенность, перевести эту нотариальную доверенность на русский язык, значит, заверить этот самый перевод нотариально, да. Потом ему нужно пойти, значит, в российское посольство, верифицировать эту доверие с российского посольства, а потом в почту и, соответственно, направить его на территорию Российской Федерации. Но условиях, когда все хотят решать вопросы за пять или десять минут, конечно, это неприемлемо, да, такой расклад неприемлем. Поэтому принято решение выпустить такой вот электронный цифровой ключ. Я долго его обсуждал на прямых эфирах, я каждое воскресенье по московскому времени в 19 часов провожу такие прямые эфиры и, в общем-то, с помощью тех уже инвесторов, которые у нас сегодня, на сегодняшний день имеются, согласовав с ними, устроит вас такой вариант или не устроит, появился вот такой документ электронный цифровой ключ. Очень интересного такого дизайна он получился. Там есть такие QR-коды. Один QR-код делает переход на публичную аферту, где я сам лично рассказываю, что это за документ. Есть QR-коды независимых организаций, в том числе государственные, когда они могут проверить подлинность этой самой электронной цифровой подписи. Ну и, в общем-то, всем эта история очень нравится. И я, на самом деле, думаю, что через полтора-два годика очень многие начнут копировать. Но это не запатентованное наше решение. Но, на самом деле, вот этих секретов по запуску стартапов, как, что нужно делать, у меня нет. И даже было дело в Новосибирске Технопарк. Это нечто подобное из Колхова, только в Новосибирске. Это тоже очень серьезная организация. Они меня даже приглашали для того, чтобы я прочитал лекцию стартапам. Как это? Не лекцию, наверное, а историю. Да, как запускать и как бы ты это делал сегодня? На какие вещи можно и нужно обратить внимание? Я понял. Ну, смотри, я вот даже не по списку своих вопросов и думаю того, что ты сейчас вот эти вот темы говоришь, которые меня тоже интересуют. Я вот, как ранний инвестор, я покупал акции год назад на первоначальном этапе, как я сказал. У меня тогда еще не было вот этих вот подписей твоих. Нет, не было подписи, да. Да, вот как действовать? Я даже не от себя скажу, вот, а зрители тоже, и у меня, ну, там, кто инвестировал в твой проект, их достаточно большое количество. И как им поступать вот с этими ключами сейчас? Ну, да, смотри, есть те люди, которые сделали, значит, открыли счет в ЭТБ-регистраторе. Это на тот момент это был наш регистратор, который, кстати, впоследствии с нами отказался работать. Да, это как раз вопрос. Речина какая? Дело в том, что если ты оформляешь сделку в ЭТБ-регистраторе и стоимость сделки у тебя, ну, например, купил ты акции на 5 тысяч, так оформить сделку у них стоит 3 тысячи рублей такое. А если ты купил акции меньше, чем на 3 тысячи рублей, то тогда оформить сделку стоит 300 рублей. И, соответственно, когда у нас накопилось уже на тот какой-то момент у нас было тысячу там 200 акционеров, да, и если мы считаем их по реальной стоимости, то у нас там получалось, плюс всякие пошлины, 4 с половиной из 18 миллионов привлеченных рублей мы должны были отдать 4 миллиона за регистрацию того, что они стали нашими акционерами. Кроме всего прочего. Кроме того, что им нужно еще приехать, определенный адрес, это нужно все сделать почтно. И самое, что интересное, когда ты приезжаешь туда, ну, например, там в 2 часа, то есть смотришь на сайте, режим работы с 10 до 6 офиса, да, но когда ты приезжаешь туда в 2 часа 30 минут, подаешь документы, передаточное распоряжение, тебе говорят, так у нас же с акционерами работа, она же только до 2. Я говорю, подождите, у вас же на сайте написано, да, до 6. Нет, у нас только на 2. Я говорю, я сейчас полтора часа через всю Москву ехал к вам, чтобы, соответственно, сделать это юридически значимое действие. Они говорят, нет, ну, мы, конечно, вас можем принять, но вы нам должны доплатить еще 2 тысячи рублей за неурочный прием, понимаешь? То есть вот эта вот вся система, такая пыльная, знаешь, старая какая-то, скорузлая, вообще очень неудобная, неудобная, некомфортная, ну, не несет в себе особых перспектив, поэтому либо с ней нужно мириться и очень медленно развивать свой стартап, а если ты его медленно развиваешь, то очень скоро появятся конкуренты, которые тебя будут догонять. Но это хорошо, когда у тебя есть еще патентное изобретение, да, когда у него есть хорошая патентная формула, твердая, то, соответственно, у тебя есть время. Но, опять же, у тебя есть время сколько? Вот с того момента, когда ты сделал заявку на получение патента на территории Российской Федерации, у тебя есть 36 месяцев, чтобы получить патент в других странах. То есть, ну, скажем, если ты решил закрыть 80% стран, значит, да, на планете Земля, то тебе нужно в течение, там, этого короткого срока 35 миллионов рублей где-то иметь в запасе для того, чтобы сделать просто заявки на получение патентов, да, и в последующем, в последующем еще нужно платить каждый год пошлину в каждую страну за поддержание этого патента. То есть, система, она вся устроена так, что для барина, у которого накопленный капитал, ну, барин, да, в кавычках, она, как бы, удобная и комфортная. А для холопа, который, на самом деле, человек проактивный, с предложениями, то есть, эта система, она настроена на то, чтобы мы все ходили с поклоном к барину и, как бы, за копейки отдавали свои решения, они продолжали наращивать свой капитал, ну, а мы довольствоваться какими-то малыми крошками. Меня эта ситуация не устраивает, она мне неинтересна. У нас тоже, соответственно, я так думаю, многих. Да, поэтому меня эта ситуация не устраивает, мне она неинтересна. Я понимаю, что есть силы, возможности, интерес растить, развивать. И, как показало время, это не одному мне интересно, это интересно инвесторам, которые просто инвестируют там 15, 30, 50, 100 тысяч рублей. Есть у нас инвесторы и миллион рублей. Крупные, да? Но, как правило, да, это наиболее близкие люди, близкие, которым есть возможность очно донести информацию и которые знают твою историю. Ну да, кто тебя лично знает, кто тебе доверяет. Да, поэтому, если мы говорим о запуске стартапа, ребята, вы должны быть как бы на фронте, да, этого проекта. Потому что люди сегодня с организациями, у которых не имеют лица, ответственного лица, который вот очно заявляет о каких-то, ну, какую-то информацию очно дает о проекте, они и за нее несет ответственность, люди такие проекты не заходят. Поэтому у меня есть также на, значит, на сайте страничка автор, где там отдельно... Можно же посмотреть про тебя и про твои изобретения, да? Да, про мои изобретения. Была у меня еще мысль туда выкладывать свои статьи. Но, как опять же... Про блог делать, да? Ну, такой, да, блог, ну... Было бы, кстати, неплохо. Если у тебя есть, конечно, столько времени физически это все делать, то... Да, знаешь, ну, кстати, статья пишется, ну, буквально, ну, часов за десять. Вот у меня как-то она, если идет информация, то без остановки просто сидишь и пишется, она легко достаточно. Ну, сейчас такой период, когда постоянно звонит телефон, когда постоянно какие-то вопросы и нужно, соответственно, как-то находиться у руля. И немножечко вот созидательную часть отняли, да, отнял проект у меня, который вот сегодня у нас растет, развивается. Ну, кстати, по поводу статей, как показывает статистика, тоже люди уже отучились читать. Ну, сейчас видеоконтент, да, входит в нашу жизнь. Я думаю, что уже скоро телевидение у нас все перейдет. И потихонечку, кстати, уже многие каналы переходят в YouTube. Да, переходят в YouTube. Сегодня у нас, кстати, тоже на YouTube-канале появились фирмы. Некоторые мне пишут, но они малоинформационные. Я говорю, ребят, ну, тут хочу я или нет, я подстраиваюсь под окружающий мир. Давайте просто также посмотрим статистику. Например, научный сотрудник очень серьезной организации нам доносит информацию на своем языке. Давайте посмотрим, сколько у него просмотров. 300, 200 штук. 200-300 просмотров. Это о чем говорит? Это говорит о том, что зритель, он хочет информацию налегке, что ли, воспринимать. Ну, поэтому хотим мы или нет, нужно тут в таком виде донести. Поэтому сейчас есть на YouTube-канале такие фильмы, которые особого смысла не несут, но в то же время показывают, что работа идет, что происходит, что это движение там, да, какие-то есть. А если у человека возникли какие-то серьезные и более глобальные вопросы, то тогда добро пожаловать на видеоконференцию. Задавайте очно в прямом эфире любой вопрос. Все открыто, все видят эту переписку. Соответственно, если ты на вопрос не ответил, все увидели, что на этот вопрос не ответил. Поэтому здесь хочешь не хочешь, на любой вопрос отвечаешь. Ну и, собственно... Да, смотри, еще я так думаю, что кто проживает в Сочи, мы сейчас, кстати, забыл сказать, что мы ведем прямой, ну, не прямой эфир, а интервью из Сочи, и что к тебе можно в офис сюда заехать. Мы как раз находимся на улице, вот, рядом с твоей морской. Да-да, друзья, адрес офиса Нагорная 11. Я оставлю там в описании под роликом. Да, город Сочи, улица Нагорная 11, первый этаж. Да, конечно, можно и нужно сещать офис, но мы... Ну, сейчас ремонт у вас идет. Ремонт идет, да. Кончите в январе, наверное, да, 20-го. К Новому году, да, приезжайте с Новым годом, нас поздравляйте. К Новому году уже у нас будет более-менее симпатично. Я понял. Да, ты, кстати, вот сказал про ВТБ-24, что вы ушли, да? Нет, не мы ушли. Ну, точнее. А, да, я сказал, что они с нами договора столкнули. Какое решение было принято, и как теперь с акциями? Вот с этим ключом получается, да? А, да-да-да-да. Сейчас я, кстати, тебе расскажу, да. Так вот, в итоге-то мы письмо получили от ВТБ, что мы с вами не сотрудничать приняли решение. Но почему приняли решение не сотрудничать? Потому что, естественно, мы не писали, что кто-то купил там за 15 тысяч себе акции. Мы писали, что он купил их за 2 500. Для того, чтобы вместо 3 тысяч платить 300 рублей. Сами понимаете, для стартапа каждая копейка она важна. Ну, и учитывая то количество людей, которые приходил в ВТБ-регистратор, мы были очень заметной организацией. Конечно же, они провели анализ, то есть до июра как бы доказать они не могут, по какой цене там сделка на самом деле прошла. Для них информация недоступная, но де-факто им понятно. Поэтому они сказали, что мы перестаем с вами сотрудничать. То есть я это рассказываю к тому, что заскорузлая система, которая не хочет сегодня воспринимать стартапы, стартаперов. Новое решение. Новое решение. Да, просто давай нам деньги, плати нам деньги и живи дальше. Я понял. Ну а решение какое все-таки, это ключи, да? Да, и в итоге, да, 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 да. То есть и мы перешли на электронную цифровую ключи. А смотри, а тогда такой складывается вопрос, а кто уже в ВТБ-24 туда сходил, акции на себя оформил, как им поступать в этом? Да, значит здесь сейчас мы в течение недели, я думаю, уже начнем отправлять договоры. Здесь на самом деле очень важные, юридически значимые действия должен будет совершить каждый, кто оформил акции в ВТБ-регистраторе. Сейчас мы должны будем заключить, что эти акции он возвращает мне обратно, а я ему уже взамен на них выдаю электронный цифровой ключ. И на видеоконференциях, естественно, я тоже говорил о том, что, друзья, немножечко вот это правовое поле у нас меняется, поэтому если кого-то не устраивает, мы можем сделать возврат. Это не проблема, но опять же статистика показала, что возвратов по этой теме вообще не было у нас. То есть, в общем-то, все люди хорошо воспринимают. Я тебе, кстати, знаешь, хотел еще тоже сказать, что вообще мир ближайшего будущего, это прям 2-3 года, мы уже будем уходить от этих самых договоров. Ну, это и так очевидно и понятно с двухчейном, тем более с технологией, что я думаю, что это как-то будет внедряться. То есть, если сделка там не жизненно важная для человека, если это не квартира, если это не автомобиль, то люди просто будут заходить в твою соцсеть, смотреть твою историю, значит, смотреть отзывы в интернете. И, кстати, уже появляются сайты-вымогатели в интернете, которые предоставляют некомпетентную информацию, заявляя там о разных людях негативные сведения. Ну, я в этом на самом деле проблемы тоже не вижу, потому что если человек недостаточно образован и не может правильно воспринимать информацию, он может ее воспринять за действительную. Ну, если человек образован, он понимает, что информацию любую нужно проверять, в любую информацию нужно вникать, соответственно, в какой-то момент он придет к выводу, что где правда, а где нет. Поэтому я, честно, к этому тоже спокойно отношусь. Ну, так вот, то есть по ВТБ-регистратору, соответственно, составляем такое соглашение, с двух сторон подписываем, человек получает ключ. Ну, и в конечном счете я должен буду все эти акции, которые мы вот пошли вот этим путем, не совсем правильным, вернуть обратно. Ну, и, собственно, наличие этой компании, российской, да, это вопрос. Это вопрос, нужна ли она будет или не нужна она будет. Ну, это посмотрим. Я тебя понял, смотри, еще такой вопрос, вот сегодня как раз в моем закрытом клубе, инвест, заработок, хорошо, у меня один участник просил тебя лично спросить о том, что можно ли в Energy 20, я не знаю, возможно это или нет, сделать рассрочку там, ну, или купить акции минимально по 3000 пакет. Я просто не помню, какой минимальный в рассрочке, потому что... Минимальный, да. Ну, смотри, у нас сейчас минимальный пакет это 15, а если в рассрочку, то это 1500, но он в два раза дороже, чем тот пакет, который за 30. Вот, да. Таких пакетов делать, вот он спрашивает, не будете, как бы, чтобы... Просто по 3000 пакет. Смотри, по 3000 мы не будем пакет делать. А знаешь почему? Ну да, объясни почему. Потому что, ну, пакет за 15 тысяч или полторы тысячи в месяц, там, на 10 месяцев позволит себе, может, любой. А если говорить человеку, я просто хочу купить себе пакет за 3000 и забыть, это значит, что он не разобрался в проекте. Ну, а зачем нам инвесторы, которые не разбираясь, что-то просто покупают? Я бы этого не хотел. Напротив, то есть я бы хотел, чтобы они... Каждый месяц они возвращались к рассрочке, заходили на сайт, какие-то новости смотрели, и у них был бы отклик. Был бы отклик, конечно, да. Они следить должны за проектом, потому что, когда человек будет следить за ним, у него будет больше информации. Когда у него будет информации больше, он тогда уже начнет рекомендовать его и друзьям. Ну да. Я тебя услышал. Такая логика, да. Да, с этим понятно, но давай тогда к теме, к интриге, потому что я сказал о том, что как раз будет интервью и ребятам, и вот сегодня просто, чтобы ты немножко поведал завесу тайны, раскрыл по новому своему изобретению. Да. Это транспортно-логистическая система, ну просто что-нибудь про нее, я понимаю, что запуск, ну ты расскажешь, когда будет запуск официальный, но уже сейчас, друзья, можно купить акции заранее по очень выгодной цене. И вот как раз я один из первых инвесторов, который это все приобрел. Расскажи, пожалуйста, прям немножко про это, что можно рассказывать и потом вообще по условию, как вообще можно купить и какие пакеты сейчас есть. Сразу два вопроса. Да, смотри, вот по поводу, ты говоришь, купить акции, то есть, ну, стать инвестором, правильно ли говорить? Да, стать инвестором. Почему? Потому что сейчас мы выдаем документ, электронный цифровой ключ, который свидетельствует о том, что человек сделал инвестицию. А обменивать на акции мы будем только тогда, когда мы выйдем на открытую площадку. Да. Для этого должна будет быть создано акционерное общество. И скажем так, если бы мы сегодня на Кипре попытались это сделать, это не проблема, это расходы там буквально 300 тысяч рублей. А если мы пытаемся это сделать на территории Швейцарии, то это огромный такой объем работы, который нужно проделать. Но само собой, учитывая продолжительность развития проекта и перспективы, поспешных движений нам делать не нужно. Поэтому сегодня вы просто становитесь инвестором, я вам выдаю электронный цифровой ключ, где указано, какую сумму, когда, кто проинвестировал, что он получит взамен. И там же я ставлю свою подпись, электронно-цифровая подпись. И ее вы можете проверять через госуслуги, сайт и другие независимые организации, которые предоставляют такой сервис. И этот электронный цифровой ключ я еще буду большими доказательствами дополнять постепенно. То есть он у нас будет все более, больше вес приобретать. То есть это я тебе сказал по поводу акций и инвестиций. Поэтому есть еще один проект, транспортно-логистическая система города. Сейчас предзапуск состоялся, такой, знаешь, с этой версией сокращенной. И на главной странице там буквально контента практически никакого нет, кроме ролика. Ролик, в ролике, значит, что там сказано, сказано то, что, друзья, пока не пытайтесь понять, о чем идет речь. Не в том смысле, что здесь какие-то есть секреты. Подводные камни. Нет, не в том смысле, что есть секреты, подводные камни. Нет, совершенно нет. Дело в том, что без макета, хорошего, площадью 8-12 квадратных метров, донести объективную информацию, о чем идет речь, затруднительно. Очень затруднительно, то есть ни по телефону, ни на видео этого не передашь без его наличия. Но тебе надо по макету, я так понимаю, показывать, как это будет в системе устроено, чтобы все поняли. Да, она, с одной стороны, очень простая. Она очень простая, логичная, понятная. Но, с другой стороны, она настолько неожиданная, что не так легко воспринимается. И не сразу. И не сразу, да. Но, так или иначе, у этого проекта есть уже достижения. У меня, значит, это изобретение находится в списке 100 лучших изобретений России. Немножко так похвастаюсь, да? Да, да. То есть, смотри, у нас каждый год порядка 100 тысяч заявок делается на получение патентов. Из них приходят 40-45 тысяч к финишу, то есть признаются патентоспособными. Из этого количества выбирается 100 лучших и вносится в этот список. То есть, чтобы войти в 100 лучших, это достаточно большое количество критериев нужно. По большому списку критериев нужно получить 5+. Это большое количество отделов разных, это большое количество специалистов, независимо друг от друга, выставляют оценки каждому изобретению. Один из таких критериев – это пионерное изобретение. Пионерное – это значит, которое может открывать новую отрасль науки и техники. Так вот, таким достижением может похвастаться это изобретение. И плюс ко всему Российская Академия Архитектурных и Строительных Наук включена в альбом «Инновационные предложения» Российской Академии Наук. Архитектурно-строительных наук. То есть, ну, можно понять, что на самом высшем уровне, который можно только придумать в нашей стране, мы получили вот такие высокие оценки. И, собственно, вот это пока все, что я могу сказать об изобретении транспортно-логистической системы города. Ну и, так, если своими словами, это система, которая будет решать большое количество проблем. Людей. Людей, людей, государства, экономики. Да, и, в общем-то, я думаю, в апреле будет полноценный запуск, да, будет полноценный сайт. Там будет, он наполнен соответствующей информацией и можно будет, соответственно, получить информацию. Да, благодарю тебя за ответ. Смотри, Денис, расскажи вообще, какие сейчас есть пакеты, какие пакеты ребята могут купить. Как можно зайти вот в этот проект. Я ссылочку оставлю свою, уже есть моя. Так что... Да, сейчас, да, первые пакеты у нас по 100 тысяч рублей были. От 100 тысяч рублей. Объясню, почему. То есть, запуск любого проекта несет в себе большое количество вопросов от потенциальных инвесторов. Ну и, учитывая то, что объективную и достояниную информацию могу предоставить пока по нему только я, вся эта нагрузка ложится на меня. Соответственно, чтобы сократить количество вопросов, ну вот было принято решение вот иметь только такой крупный пакет, когда можно инвестировать на 100 тысяч рублей. Да, да. И на сегодняшний день небольшое количество продано, 33 пакета. Это за первые буквально 4 дня существования проекта. Немножко иногда троила платежная система. Вот, ну, в общем, еще акционеры наши по Energy, да, обратились с тем, что все-таки хотелось бы им тоже приобрести, но 100 тысяч – это большая сумма для них. И было принято решение выпустить еще один пакет стоимостью 50 тысяч рублей, но там цена на полкопейки за акцию больше. То есть процентов на 20 в пакете получается меньше акции, да. То есть за 100 тысяч акций ты получаешь, получается, по 2 копейки – это 5 миллионов акций, да, правильно ли? Да, получается так, да. На 50 тысяч – это 2 миллиона. Да, да. А, ну, все, ну, это огромное количество, я считаю. Тем более на первоначальном этапе зайти в технологии будущего, я считаю, что это очень удобно. Ну да, это самый начальный этап. Нужно не забывать, что любой проект, он начинался с гаража, с одного человека, с одного молотка, с одного зубила. Стив Джобс, например. Да, Стив Джобс или, например, Карл Бенц, который там в своем гараже собрал автомобиль, да. Да масса примеров. Все начиналось с единицы, все начиналось с идеи, с идеи, с единицы, которая казалась никому не нужной, непонятной. Там, качать нефть, сверлят дырки, отверстия в земле. Это тоже казалось какой-то невероятной глупой идеей, что как это возможно, кто это будет делать. Ну, вот тоже история на Ютьюбе была о том, что первые бурильщики, они думали, что у них их работодатель немножко свихнулся. То есть, когда он днем за ними наблюдал, там, давайте, работайте, они работали, а по ночам они разбегались просто. Потому что они просто не верили в то, что нефть можно добывать таким способом, да. Ну, сейчас это все возможно. Да. Я тебя услышал, благодарю за ответ и, наверное, последний вопрос я задам, чтобы, в принципе, ты все раскрыл тему. Расскажи, пожалуйста, ну, это, я думаю, что стандартный вопрос у твоих вебинаров. И вообще, почему ты запустил второй проект сейчас, если еще до конца не сделан? Первый не вырастил, да. А я все задаю тебе. Да, этот вопрос, конечно. Еще один есть у меня еще потом. Без проблем. Хорошо, да. Ну, здесь у меня ответ простой. Если у вас родился сын, мало кто дожидается, когда он станет совершеннолетним и самостоятельным, да. Да, обычно у нас двое-трое детей, да, может быть и больше. И не мешает это. Одного другому не мешает. Здесь есть наличие патента. В первом, в первой, значит, в проекте Energy есть патент, у которого есть ограниченный срок на получение патентов за рубежом. В проекте транспорт-логистическая система есть также патентное изобретение. Там тоже ограниченный срок на получение патентов за рубежом. То есть просто взять его, отложить до лучших времен, там, или пока я этот вырасту, невозможно. Это во-первых. Во-вторых, друг другу они точно мешать не будут и не мешают. Кроме всего прочего, они в некоторой степени друг друга дополняют. То есть участвовать в выставках мы можем точно так же при тех же расходах и с двумя проектами. Встречаться с потенциальными, там, заказчиками, инвесторами и так далее, мы можем им сразу два проекта предлагать. Потому что это относится к девелопингу, да, и это интересно девелопингу, девелоперам. Поэтому они идут попутно, не мешают. Ну и, кстати, есть масса примеров, когда, ну, небезызвестный у нас предприниматель Билан Маск, у него, по-моему, там, 10 или 12 проектов. Да, 12 проектов, да. 12 у него, да? По-моему, да. Да, около того. Ну, мы видим, что оно другому не мешает. То есть постепенно же появляются люди, которым часть задачи можно делегировать. Естественно, это нормальный процесс, это должно расти, и постепенно это будет количество, коллектив нарастать. Поэтому, ну, просто наблюдай, организация и контроль, в общем-то, позволят этим проектам развиваться успешно, да? Да, я понял. Тогда вот еще последних два вопроса. Первый вопрос, это я знаю, что название будет у NRG 2020 меняться, да? Да, будет. Проходит конкурс на название, или уже все? Нет, смотри, по NRG у нас название уже определено. Это у нас был конкурс весной. А, все уже, да? Да. Компания будет называться «Ветер через W». Слово «через W» пишется. То есть такого слова в словарях нет. Ну, для говорящего по-русски. Человек понятно, что… Напоминает, да, «Ветер». Ну, на самом деле, шифруется так, «Wind», «Энерджи», «Технологи», «Эра», «Возобновляемый». Вот, в общем-то, вот такая удачная бравиатура, уникальная. И как раз подходит к твоему первому изобретению. Да, к первому изобретению Energy 2020, сами понимаете, не самый лучший вариант. Но с чего-то нужно было начинать. Нужно было, чтобы имя было уникальное. То есть, если ты просто делаешь Energy, Eco Energy и так далее, и так далее, и так далее, уже масса таких вариантов существует. Да. А когда я добавил цифры, я увидел, что этого нет. Ну, и я подумал, что на первое время этого будет достаточно. Транспортно-логистическая система города. Вот сейчас мы в поиске названия. То есть мы же не можем компанией назвать транспортно-логистическая система города. Потому что чаще всего там… Когда ты второе слово будешь говорить, уже у людей. Поэтому нужно какое-то простое лаконичное название. Сейчас на страничке ВКонтакте у меня проходит конкурс. Там приз 25 тысяч рублей. И порядка 40 предложений уже имеется. Мы, я так думаю, число так 10 декабря вынесем в этот список эти все названия. И проголосуем, да? И да, и будет проходить голосование. Вот. Есть название одно. Мне очень оно, в общем-то, понравилось. Оно неожиданное. В принципе, для меня. Но пока… Ну ты сейчас не говори, да. Пока нет, не говорю. Не говорю, но возможно, конечно, будут еще лучше варианты. Ага. Все, благодарю за ответ. И последний вопрос. Это я тоже знаю, что ты сейчас планируешь технопарк, да? Сделать. То есть, планы на ближайшие… Где он будет находиться и вообще, если есть уже какие-то там наметки, где будет это все происходить? Строятся вот первые твои изобретения, внедрятся туда будут, да? Да, технопарк – это необходимая вещь для того, чтобы доказать наглядно в реальном объекте, как это все работать может, какие эффекты давать. Поэтому обязательно у нас в дорожной карте присутствует такой вопрос, как технопарк. Но на 2020 год – это первая задача, это получить патенты в как можно большем количестве стран. Мы это обязательно сделаем. Задача номер два – это посещать, продолжать выставки. Во-первых, это полезно для контактов, потому что очень интересные контакты иногда появляются с научными сотрудниками, с специалистами из каких-либо областей, обмен информацией, сведениями. То есть, это целевая аудитория на выставках. Я думаю, в 2020 году это у нас в Москве, две выставки будут в Москве, одна, наверное, технопром в Новосибирске, и главная выставка – это Экспо-2020 в Дубай. То есть, это четыре выставки, которые, как минимум, мы должны будем посетить в 2020 году. На самом деле, любая выставка, она достаточно много энергии отнимает, времени и денежных средств, потому что макет перевести. Вот, например, в Дубай мы отправляли макет, который 3,5 метра, высотой у нас из Москвы в Дубай, 340 тысяч доставка стоила, да. Причем мы не просто первый попавшуюся компанию взяли, то есть, человек взял, связал этот вопрос, прозвонил и так далее. Но там такие громоздкие ящики у нас были, что оно, ну, на самом деле, то и стоит. И сам понимаешь, что эти всякие билеты, оплата выставочных стендов, то есть, достаточно много ресурсов. А вопрос номер один – это у нас все-таки получение патентов. Ну, в этом вопросе мы движемся по графику, поэтому выставки будем посещать. И на этих же выставках, вот, хотелось бы именно с местом определиться по технопарку уже по окончанию экспо-2020 в Дубаях. Почему? Потому что сам понимаешь, что огромный поток будет целевой аудитории. Это представители будут самых разных стран. И, возможно, кто-то нам предложит нечто такое, чтобы мы именно на его территории разместили технопарк, что мы, ну, не сможем просто-напросто отказываться. Ну, да, может быть, в Дубаях, между прочим. Да, может быть, в Дубаях, но, видишь, Дубай – это все-таки город с низкопотенциальными потоками, то есть, ветра там не сильные. То есть, если мы говорим о здании от 100 метров и выше, то для Дубаев – да, эффективно. А если мы говорим про наш технопарк, где здание там 20 или 30 метров, которое, да, должно функционировать обязательно туда, то есть, обязательно оно должно будет эксплуатироваться, не просто технопарк, какой-то памятник, да, то есть, это здание, которое будет эксплуатироваться много десятков лет, может быть, это будет какой-то отель, то все-таки территория нужна со средней годовой скоростью ветра, там, все-таки 6-7 метров в секунду. Ну, там, не знаю, Камчатка или, может быть, вершина на Красной Поляне. Ну, да, я вот слышал на вебинаре, ты как раз про Красную Поляну говоришь. Да, мы вчера там побывали, да, то есть, есть там точки, где есть хороший ветерок постоянно, да, и есть большой туристический поток, и, ну, я не против, но мы, конечно, попробуем эти вопросы уточнять, но я не думаю, что у нас в России прям сразу скажут, ребята, давайте к нам, да. А вот от зарубежных партнеров такое предложение получить можно, ну, как-то у нас складывается так, что у нас все медленно, медленно, очень медленно, не знаю, почему. Там есть ответы, наверное, но мы сейчас не будем их озвучивать. Да, то есть, у нас все медленно, наверное, у нас все медленно, не в смысле у нас все медленно в проекте, а у нас на территории нашей любимой родины, да. Да, я понял все. Денис, благодарю тебя за интервью, что предоставил такую возможность. Спасибо тебе, что ты приехал и задал эти вопросы. Благодарю тоже. Именно такие люди нам помогают, конечно же, выращивать наши проекты. Да, и потенциальных инвесторов тоже. Да, привлекать потенциальных инвесторов, и я думаю, вообще в будущем годика через три краудинвестинговых проектов, стартапов, их будет намного-много больше. То есть, это такая новая эра, открывается возможности. То есть, сегодня в одиночку создать компанию, какой-то продукт, это, ну, не представляется возможным. Очень сложно, я согласен. Да, то есть, смотри, с приходом краудинвестинга, интернета и наличием вот этого сервиса платежного у нас открывают совершенно новые возможности в одиночку. Сегодня мы можем что сделать? Ну, можем сапожную мастерскую открыть, там, автомойку построить, там, я не знаю. То есть, я говорю в одиночку не про барина, а про обычного человека, который 97% населения нашей планеты. А здесь, когда человек инвестирует в небольшую сумму, появляются перспективы того, что эта небольшая сумма превратится в большую сумму. Далеко не будем ходить в компанию Uber, 2009 год. Два молодых человека, один ноутбук на двоих решили захватить, соответственно, все такси мира, да, завладеть. Ну, и акциями рассчитываются с другом в парикмахерской, ресурсов особо нет. Но сегодня мы видим, насколько мощная компания, насколько мощную компанию это превратилось, даже без наличия патента на их технологию. Ну, то есть, выросли. Поэтому такие стартапы будут, их будет еще больше, изобретений будет еще больше. То есть, еще большими темпами все будет расти и развиваться. Поэтому направление ground investing, инвестирование, или, как у тебя, я так понимаю, целый портфель проектов. Да, сбалансированный, грамотный портфель. Да, то есть, когда есть стартапы и все остальное. Да, когда ты детально, то есть, разобрался во всех этих проектах и можешь объективную информацию дать потенциальному инвестору, это очень ценно. Таких специалистов сейчас очень мало. Ниша не занятая. И поэтому, я думаю, сюда будут приходить и стартапы, и менеджеры таких стартапов. И, соответственно, этот союз откроет новые возможности для людей и для технологий. Все, понял. Да. Благодарю, Денис. Такое мнение у меня. Все тогда. Да. Счастливо. Спасибо. Спасибо.